друзья приветствую всех на торговой сессии среды мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал на youtube и оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки те тенденции которые сейчас сложились на финансовых рынках это то что нужно было давно уже продавцам доллара то есть нам с вами друзья тем трейдерам которые ставят на рост рисковых инструментов поэтому можно сказать то что рынок продолжает радовать нас поскольку вот так вот не навязчиво раздает деньги и этими возможностями мы пользуемся накануне я привел очень много аргументов и доводов почему американская валюта будет испытывать серьезное давление за последний день друзья ситуация не изменилась а если все-таки копнуть глубже еще из позиции тех отчетов которые вышли накануне можно сказать что у доллара по-прежнему есть только один вектор движения это тотальные распродажи которые концу этого года приведут его гораздо ниже возможно даже 90 пунктов это конечно же амбициозная цель потому что все-таки не нужно забывать что индекс доллара это инструмент который даже на фоне серьезных фундаментальных событий демонстрирует вялую динамику ну а сейчас есть еще один серьезный фундаментальный триггер который может прийти на рынок я не знаю сроки друзья не от меня это зависит зависит от решительности конгресса и когда они все-таки осознают что необходимо помогать и экономике через новые на фонды госпомощи вот как только это решение будет принято то соответственно навалившиеся на доллар потенциальные риски последующего роста инфляции сделают свое грязное дело и отправят американскую валюту возможно даже к минимумам за несколько лет в моменте что обсуждать на финансовых рынках конечно же есть еще легкий резонанс новости о вакцинах мы о них тоже очень много говорили друзья но я вас подвел к тому что вакцины это конечно же хорошо но прежде чем они действительно станут оружием против к вида против пандемии пройдет очень и очень много времени поэтому сейчас лучше быть оптимистами но все-таки работать с тем что есть а насущный риск эта ситуация с к видом которая складывается в моменте снова делаю отсылку на сайта исследовательского центра джона хопкинса посмотрите по регионам что творится может быть вы торгуете каким-то отдельным инструментом стоящим за конкретной страной оцените ситуацию с к видом посмотрите насколько увеличивается количество заболевших что в принципе по мерам принимаются властями как это прикиньте может отразиться на экономическом росте на основных фундаментальных показателях и придите к выводу что будет с национальной валютой из-за такой ухудшающейся экономической конъюнктуры еще и с позиции того что центральный банк который отвечает за стабильные цены в этом регионе конечно же будет смягчать монетарную политику это легкая отсылка опять же на то что происходит в штатах а с понедельника мы снова наблюдаем рекордные показатели уже количество за день заболевших коронавирусом превышает 160 тысяч вводится дополнительные меры социального дистанцирования социальных ограничений частичные локдауны все идет к тому что при текущих темпах распространения к вида мы реально можем наблюдать закрытие тотальной экономик поскольку это единственное что нас может там будем верить оставить распространение инфекции хотя те страны которые уже пошли на жесткие меры ограничения я вот констатирую друзья только то что инфекция остается при прежних темпах распространения и эти меры ограничения не очень-то на нее влияет но очень рассчитываю на то что эта тенденция будет сломлена в самое ближайшее время и зимний период который многими прогнозируется как еще более жесткая фаза распространения к вида не окажет такого влияния на мировую экономику как ковид оказал в начале двадцатого года так что касается доллара 92 30 7 это индекс американской валюты снижается пятый день подряд вчера вышла чуть по роничным продажам я прогнозировал друзья то что статистика сто процентов разочарует по прогнозу было значение 0,5 процентов фактическая цифра на целых три десятых процента розница активность потребителей снижается это октябрьские данные то есть когда в декабре мы будем разбирать ноябрьские цифры ситуация будет еще хуже почему падает потребительская активность у людей нет денег а нет денег потому что у них нет работы и нету помощи от государства в виде повышенных пособий по безработице потому что как вы знаете фонд предназначенный для раздачи этих средств а через чеки а его сроковое действие лимит этого фонда стекли еще два месяца назад и вот с тех пор мы все-таки ждем когда же белый дом администрации американского президента конгресс и ша примут решение выдать дополнительные деньги потому что без них не поддержать потребительскую активность и не вытащить экономику вчерашний отчет по роничным продажам я очень надеюсь станет подтверждением для конгресса чтобы те поторопились и дали экономики деньги соответственно мои ожидания под конец года под конец декабря что все-таки фонд стимулов на 2 триллиона одобрит они остаются в силе и я друзья удерживаю сел рекомендую вам делать то же самое даже с учетом того что индекс американского доллара сейчас находится на довольно низких значениях все равно потенциал его снижения огромен что касается выступления паула то ничего интересного в принципе не услышали но разве что паул признал большое количество нисходящих рисков для экономики и это также было намеком того что фрс может начать действовать быстрее чем белый дом новые меры экономического стимулирования возможно изменение программы количественного смягчения это также негативный фактор для американского доллара золото 1878 ставка прежние ждем теста 1900 и движение выше евро против доллара 1.1866 локальный максимум вчерашнего дня 1.1893 все выше друзья мы по этому дуэту финансовых активов цель ближайший 1.1950 фунт против доллара 1.3258 ждем начало саммита и с и подробности по брекзиту по прогнозу сити если сделки между англией европейским союзом не будет то британская валюта может потерять около пяти процентов вот этот сценарий мне нравится потому что как раз ставлю на снижение фунта австралийца ждем выше отметки 0.73 новозеландский доллар 0.6892 цель 0.70 тоже без изменений делаю отсылку на последние изменения денежно-кредитной политики неготовность обоих регуляторов австралии и новой зеландии уводить ставки ниже нулевой отметки фондовый рынок на исторических максимумах на чтобы заходить него повторно нужно дождаться коррекции и доллар доллар канадец друзья еще валютная пара 1.3093 сити прогноз 1.29 на перспективу ближайших трех месяцев они делают акцент на то что поддержку этой идеи окажет снижение курса доллара ну и разумеется эти неплохие отчеты которые мы получаем по канаде как бы фактор поддержки для канадского доллара и что касается рынка нефти друзья здесь пока не будет рекомендации но если вам интересно просто тенденция которая должна сейчас развиваться это конечно же снижение к вид падение спроса и кстати говоря вчерашний отчет этапе американского института нефти в соответствии с которым запасы выросли на этом фоне стоит ожидать коррекции на этом собственно все хорошей вам торговой сессии и до завтра всем пока